8 тысяч фотографов отечественных и иностранных прислали на конкурс Русского географического общества 47 тысяч снимков. Из них жюри выбрало лучший. И теперь увидеть редчайшие кадры из разных уголков России есть возможность у ивановцев. В музейно-выставочном центре открылась выставка «Самая красивая страна». Первым ее посетителем стал губернатор. Я знаю, насколько большое влияние оказывают вот эти фотографии, замечательные фотографии, самые красивые на наших детей, на молодежь. Станиславу Воскресенскому также рассказали о планах и успехах регионального отделения РГО за последний год. Пользуясь случаем, Олег Волынкин упомянул о большой работе над проектом возвращения к историческим событиям на Ивановской земле 1609-1612 годов, «Периоды смутного времени», рассказал о патриотических проектах, направленных на воспитание школьников. С каждым годом вовлеченных в планы географического общества становится все больше. В истории нашего государства известны многочисленные примеры подвига русского народа, которые отстаивали российскую государственность. Это и борьба с монголо-татарами, борьба с немецкими рыцарями, борьба со шведами, ну и, конечно, с польско-литовскими захватчиками. Вот и на Ивановской земле мы в этом проекте отмечаем как раз те основные главные мероприятия, которые послужили созданию первого и второго ополчения с целью сохранения российской государственности. Попросил Олег Волынкин административной поддержки у губернатора, чтобы на следующем патриотическом празднике «Открытое небо» у русского географического общества был свой стенд, и каждый желающий мог бы узнать, чем занимаются его активисты. Губернатор обещал посодействовать.